привет друзья и добро пожаловать на мой канал о путешествиях популяризация спорта бега и велодвижения все больше набирает обороты это не может не радовать так как в целом делает нас сильнее и здоровее конечно для этого делается специальная инфраструктура которая позволяет нам заниматься спортом всегда и везде и сегодня в этом выпуске я предлагаю поговорить о велодорожках и непростых которые вы можете видеть из окна своей квартиры а пятерки самых длинных велодорожках в мире для начала отправляемся в корею маршрут сеул пусан 600 километров какое-то время этот маршрут считался самым длинным в мире поездка на велосипеде из сеула в пусан является особо интересной так как здесь постоянно будет поддерживаться ваша мотивация с помощью сбора печати на каждом контрольно-пропускном пункте печати эти вносятся ваш специальный паспорт велосипедиста сам же контрольно-пропускной пункт представляет собой красную будку похожую чем-то на телефонный что находится в лондоне по завершении путешествия из сеула в пусан со всеми необходимыми штампами и сертификацией на последнем контрольно-пропускном пункте вам даже будет вручена медаль маршрут сеул пусан также называют маршрутом четырех рек так как некоторые велотрассы проходят и вдоль них в том числе это реки ханганг нагданган кимган и он санганг проходящие мимо традиционных корейских деревень исторических реликвий и ресторанов с традиционной корейской кухней маршруты в основном проходят по асфальтированным велосипедным дорожкам а велосипедистам предлагается множество удобств включая кемпинги и остановки для приемов пищи и крытые помещения по дороге работают пункты проката велосипедов так что посетители могут взять на прокат велосипед и снаряжение здесь простая система велосипедных дорожек по которой может проехать любой желающий и она подходит для всех возрастов достаточно просто следовать указателям которые указывают маршрут некоторые маршруты проходят по дорогам но движение небольшое маршрут сиул-пусан можно преодолеть за пару недель кручение педалей и скорее отправляемся в австралию тропа мундабиди австралия 1000 километров велосипедная трасса в западной австралии проходит от мандаринга до албани открыта она была в апреле 2013 года тогда она претендовала на звание самого длинного велосипедного маршрута по бездорожью название мундабиди на языке аборигенов нангар означает путь через лес трасса в самом деле пересекает обширные территории нетронутых лесов с пологим рельефом трасса открыта для велосипедистов каждый год но кантания не рекомендуется в период с декабря по март из-за жары и потенциальных пожаров на трассе были зафиксированы рекорды крейк уиггинс прошел тропу с юга на север за два дня 17 часов и 22 минуты 25 октября 2020 года участки тропы отличаются по сложности и типу местности однако найти подходящий для себя вариант смогут даже начинающие велосипедисты на разных точках маршрута есть бесплатные кемпинги в апреле 2012 года на маршрутах по территории мундабиди были расположены так называемые тайники для любителей геокешинга туристической игры суть которой заключается в прятании и поиске клада из австралии в америку transamerica trail сша 6859 километров маршрут трансамерика был создан с целью создать трассу с помощью которой можно пересечь все соединенные штаты проходит он через сельские двухполосной трассы и затрагивает штаты вирджиния кентукки монтана канзас колорадо юта невада и калифорния был нанесен на карту ассоциации приключенческого велоспорта свое начало маршрут берет в 1976 году когда прохождение трассы являлось частью празднования двухсотлетия в сша более 4000 велосипедистов тогда проехали хотя бы часть маршрута а до конца около двух тысяч человек маршрут проходят как правило в период с мая по сентябрь занимает он около двух с половиной месяцев евро вело 13 европа 10 тысяч 400 километров начинается маршрут в северной финляндии а заканчивается в сербии берегом каспийского моря евро вело в цифрах 20 количество стран через которые проходит маршрут 14 количество объектов охраняемых юнеско которые встречаются на пути 3 количество европейских морей 60 примерное количество дней необходимое для совершения маршрута официально маршрут также называют iron curtain trail что значит велодорожка железного занавеса трасса была названа веломаршрутом года по версии экспертного жюри из нидерландов железный занавес разделен на несколько частей северная часть пограничный сыр в территории норвегии и финляндии затем эстонии латвии литвы калининградской области а также польши и германии немецкая часть проходит от побережья балтийского моря на юг южная часть проходит вдоль границы чехии с германией и австрией словаки с австрией венгрии с австрией а также через словению хорватию сербию румынию болгарию македонию грецию и турцию целью создания такого маршрута было напоминание молодого поколению о временах холодной войны между востоком и западом между странами варшавского договора и нато когда была проведена граница военных блоков михаэл кранер член европарламента предложил 2005 году организовать вдоль утратившей силу границы блоков дальневелосипедный маршрут the great trail канада 24 тысячи километров абсолютный победитель в рейтинге самых длинных маршрутов the great trail в канаде представляющий собой крупный проект группы волонтеров великая тропа проходит через 13 провинций и 15 тысяч населенных пунктов она пролегает через канаду от ньюфаунленда до британской колумбии а также через океаны атлантический тихий и северный ледовитый многие из трасс созданы на основе заброшенных железнодорожных линий ее история начинается в 1992 году когда несколько человек взяли на себя инициативу по его созданию через какое-то время правительство также решило внести свой вклад и помогло проекту финансово маршрут строился 25 лет с помощью пожертвований которые вносили различные фонды корпорации и частные лица сотворение данного маршрута положительно сказалось на стране туризм стал привлекать больше внимания появились новые рабочие места а также больше людей стало заниматься активным образом жизни друзья если вам понравился данный ролик не забудьте поставить ему лайк это помогает в развитии моему каналу также не забывайте заходить на мой второй канал с maps education где я подробно рассказываю об учебе в таких странах как англия америка сша канада и многие другие и конечно не забывайте подписываться чтобы не пропускать новые ролики здравствуйте первое